Французская делегация, в которую вошли 18 генералов и более 30 полковников, представляющих высший офицерский состав, приехала в Россию с целью участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, а именно Парад Победы на Красной площади и в акции «Бессмертный полк». Я нахожу эти мероприятия у вас просто потрясающими. Почти миллион человек выходят дружно, чтобы пронести портреты своих предков в память об их подвиге. Это дорогого стоит. Это было невероятно захватывающе. Я никогда не видел такого парада, как у вас. Меня также удивило, как вы храните память и эта акция «Бессмертный полк». Мы все тут офицеры и смотрим на нынешнее поколение военных спустя 50 лет. Будь то русские или французы, выправка, дисциплина. Эти впечатления на всю жизнь. Очень как это. Бессмертный полк просто сердце берет. У нас такого нет во Франции. Как подчеркивали французские ветераны, для них шествие в «Бессмертном полку» события чрезвычайной важности. В наши дни во Французской республике воспоминания о Второй мировой войне медленно забываются. Французы, кто знают историю, понимают важность происходящего. Все союзники сражались против нацизма. Но особое место в этой войне занимают именно русские и их потери. Это просто за гранью понимания. Мой отец служил в колониальных войсках во Франции, потом попал в плен и оказался вместе с русскими. Французы подкармливали русских, так как немцы относились к советским солдатам особенно жестоко. Там же мой отец узнал о русских носках, портянках. Так до конца жизни он их и носил уже в мирной Франции. Мы хотим отдать дань чести и мужества солдатам, умершим за свою родину. 9 мая мы были на празднестве. Нас дружно встречали и вручили медаль. Мы благодарны за пример, который они показывают. Я счастлив. На следующий день французы посетили крупнейший музей истории Великой Отечественной войны на Поклонной горе. По завершении осмотра экспозиции в Музее Победы ветераны возложили цветы в Зале Скорби. Главной идеей мероприятия, конечно, было посещение нашими французскими друзьями крупнейшего музея военной истории Великой Отечественной войны. И важным было то, что это была группа высших офицеров французской армии, закончивших одной из самых престижных, поскольку одного из самых престижных французских военных училищ в Сенсире. Члены французской делегации входят в ассоциацию 120-летия, которая названа так в честь памятного события, произошедшего в 1899 году. Тогда, по приглашению Павловского военного училища, представители высшей военной школы Сенсир приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к столетию этого образовательного учреждения. В этом году отмечается 120-летие участия Сенсирской школы. Исполнительный директор ассоциации 120-летия Серж Дохлебников обратился к Российскому историческому обществу с просьбой оказать содействие в поиске документов, которые могли бы расширить имеющиеся сведения о той поездке. Российское историческое общество провело исследовательскую работу в наших национальных архивах и обнаружило уникальное издание, которое в единственном экземпляре хранится в Российской государственной библиотеке. Называется оно «Памятка Павловского училища». Она была написана одним из выпускников этого училища, Александром Кульчинским, «Я тебе обещал, я сделаю». Ездила в Санкт-Петербурге в 1913 году. После церемонии возложения цветов представитель Российского исторического общества Игорь Соловьев передал французским ветеранам копии нескольких страниц, на которых подробно рассказывается о взаимодействии двух учебных заведений в тот период. В свою очередь французская сторона преподнесла Российскому историческому обществу медаль в знак признательности за содействие в укреплении связей двух военных училищ.